Тему Херсона, а также обсудим многие другие вопросы с нашим первым гостем. Это Михаил Подоляк, антикризисный советник, глава Офиса Президента Украины. К нам присоединяется. Михаил, здравствуйте. Добрый вечер. Итак, Михаил, вспоминая опять-таки тему того же Херсона, на котором у нас был сюжет, мы продолжаем эту тему с вами обсуждать. Как вы считаете, главная цель, почему все-таки Россия всеми силами пытается удержать Херсон? Потому что встречаются уже такие сравнения, мол, какой-то такой чемодан без ручки, что называется, он для России, поскольку удерживать его тяжело, и в плане ресурсов, и в плане стратегии, возможно, не так важен, но бросить, то есть оставить, выйти из него Россия тоже не может. Почему так? Ну, не совсем чемодан без ручек. Это крупнейший областной центр, который Россия с 8 месяцев, 8,5 месяцев, это единственное крупное приобретение. Я не беру еще Мелитополь, Бердянский, Мариуполь. Это основные города, которые Россия захватила в этом этапе, скажем так, вторжения в Украину. Поэтому, ну, вряд ли можно это называть чемодан без ручки. Нет, Россия, в принципе, она абсолютно точно воюет ситуативно и хаотически. То есть они потеряли управляемость этой войной. Понятно, что они заходили со стратегией Бритскрига. Понятно, что этот Бритскриг провалился. Понятно, что они сегодня не управляют процессом. Поэтому истерически ищут какие-то возможности задержаться и получить. Вот здесь очень важно понять переговорную позицию. То есть они демонстрируют, смотрите, максимальный перевод своей страны на военные рельсы. То есть практически сегодня можно сказать, что Россия ушла с глобальных рынков. Она уже не обращает внимания на собственную репутацию. Они сейчас пытаются истерически каких-то ресурсов еще на внутреннем рынке найти для того, чтобы бросить их в горнила войны. Это первое. Второе, они абсолютно не скрываясь, сегодня ведут абсолютно четкий геноцидный тип войны, обстреливая нашу энергоструктуру. И, соответственно, таким образом пытаются нанести максимальный ущерб именно гражданской составляющей в этой войне. Грубо говоря, заставить наших людей покидать свои дома, максимально неуютно себя чувствовать в зимнее время и так далее и тому подобное. То есть они в военном плане уже не воюют, а воюют именно с гражданским населением за райсоставляющей. Третья составляющая — это вот эти пропагандистские нарративы, которые они постоянно используют. Вы только что об одном из них говорили. Это типа применение или не применение тактического нуклеарного оружия, грязные бомбы, запорожская атомная электростанция, которая периодически фигурирует. Сегодня с утра были заявления опять о том, что удары наносятся в ССУ по Каховскому водохранилищу. На самом деле понятно, что никто не наносит удары по Каховскому водохранилищу, кроме российской армии, которая сама по себе бьет и сама минирует шлюзы в Каховском водохранилище. Все это говорит о том, что они пытаются нащупать ту возможность притормозить наступление украинских вооруженных сил, которые продолжаются независимо от климатических факторов, и таким образом создать давление, с одной стороны, на общественные мнения в других странах. А вы видите, постоянно появляются все вот эти странные слова о дипломатическом урегулировании, о необходимости все равно сесть за стол переговоров. Сегодня, допустим, опять же, экс-премьер Италии Конте, который возглавляет Лигу, вернее, Союз Пятизвезд, тоже сделал заявление о том, что все, давайте прекращать военную помощь Украине, давайте, условно говоря, заставлять Украину садиться за стол переговоров. Вот дожать эту составляющую и вымотать общественное мнение в самой Украине, вот опять же, чтобы было больше заявлений о том, что у нас будут тотальные блэкауты, у нас будет тотальная ликвидация отопления, энергостомжения и так далее. Вот тактика Российской Федерации, поэтому, в принципе, нам все это понятно. Какая их тактика по поводу этой эвакуации, или правильнее назвать принудительной депортации людей из Херсона и Херсонской области? Очевидно, там тоже все идет не по плану России, потому что уже и Путин подключился, мол, это не депортация, а забота о гражданах, но они уже несколько недель якобы заботятся, я так понимаю, люди не очень-то и хотят уезжать. Что нам об этом известно в украинской стороне? Ну, вы знаете, это вообще выглядит дивно, забота о гражданах чужой страны, в ту страну, в которую ты вторгнулся, максимально жестоко убиваешь там людей, максимально жестоко разрушаешься. Я не совсем понимаю, почему мы продолжаем употреблять эти слова эвакуации, в том числе принудительная депортация и так далее. У нас есть одно простое понятие — война, которую вот этот субъект по фамилии Путин развязал на территории другой страны. Поэтому все события, которые проходят на оккупированных территориях, крайне негативны, и они не несут никакого, скажем так, гуманистического значения, они все несут крайне негативное значение, они все так или иначе чреваты плохими последствиями. Что касается вот этих, скажем так, информационных кампаний вокруг принудительного освобождения оккупированных территорий от граждан Украины, я бы так сказал это, это говорит только о информационной составляющей. Там идет процесс на самом деле следующий. Во-первых, все семьи, вот вы знаете, в Крыму, я сейчас немножко на полшага в другую сторону отойду, смотрите, в Крым с 2014 года до сегодняшнего дня въехало порядка 800 тысяч граждан Российской Федерации, которые захватили там чужие дома, квартиры и так далее. Ну то есть это, грубо говоря, люди приехали и захватили чужое имущество. Вот то же самое происходило в Херсоне в первые месяцы войны, потому что люди, вот эти коллаборанты, их семьи, русские, члены оккупационных администраций, они думали, что это также будет такая же история, как в Крыму, и они могут себе забирать чужое имущество. Так вот, скажем так, эвакуация на самом деле произошла именно с этой категорией населения. Они перебрались в геничество, они перебрались, скажем так, поближе к Крыму, для того, чтобы в случае чего быстренько убежать. Ну если у них такая возможность, конечно, будет. Вот эта часть эвакуирована. Дальше, наоборот, из Крыма мобилизованные, которые есть нетренированными, они отправляются в Херсон для того, чтобы усилить, наполнить там количество потенциально живой силы, которая будет подвержена максимальному артиллерийскому уничтожению со стороны Украины. Там сегодня 20-30 тысяч, ну трудно сказать конкретное число, потому что постоянно идут перемещения. Ну и, соответственно, вокруг вот этого всего херсонского направления идет такая достаточно примитивная информационная игра со стороны Российской Федерации, потому что понятно, что мы не сосредотачиваемся только на херсонском, на южном направлении. Понятно, что Украина эффективно работает и на Харьковском, и, в принципе, на Луганском направлении, это тоже важное направление. И на Запорожском постоянно идут у нас действия по деблокаде направления. И поэтому Россия хочет как бы сказать всему миру, что смотрите, мы затормозили их возле Херсона, мы возле Херсона как бы позиции удерживаем, Украина пока не продвигается. И, соответственно, наверное, нам надо все-таки, опять же, я возвращаюсь к этой концепции, вот эти все информационные игры должны так или иначе подвигнуть Украину к какому-то переговорному процессу и к какому-то, очень важно, не просто переговорный процесс с какими-то серьезными позициями, да, с той или иной стороны, а переговорный процесс только с точки зрения временного перемирия. То есть Россия, нагнетая вокруг Херсона вот эту всю истерику, а нагнетая истерику в том числе на внешних рынках, она хочет все-таки добиться хоть какого-то процесса по временному перемирию. Михаил, ну вот если сменить направление, да, и поговорить о Харьковской области, продолжается ли там деоккупация, и вообще, если вот в процентном соотношении, вот сколько еще процентов области остается под оккупацией и сколько Украина уже освободила? Я думаю, что под оккупациях там Харьковская область процент полтора-два, ну, два с половиной максимум, то есть Харьковская область практически в полном объеме уже обратно возвращена в юрисдикцию Украины, это важно. Но вы понимаете, смотрите, вот все, что касается деблокады, да, деоккупации, все-таки против нас большая страна, ну, имеется в виду, это не какая-то там Эритрея, хотя мне все больше и больше Российская Федерация напоминает там Эритрея или Северную Корею, в лучшем случае, но тем не менее, смотрите, у них есть ресурсы и силы, у них достаточно много мобилизованных, которых они отправили уже в зону ведения боевых действий, у них еще есть большой запас советского оружия, прежде всего старых танков, я имею в виду старых модификаций танков советских, у них еще много снарядов разных калибров, советских, опять же, калибров, то есть, соответственно, они определенное давление на этих направлениях создают. Поэтому, конечно, деблокада идет, но у нас, деблокада, вы же знаете, мы идем не по пути российскому, мы идем по пути минимизации потерь. Вот Россия отправляет неподготовленных, ну и мы, соответственно, вынуждены больше тратить снарядов на уничтожение вот этой всей новой живой массы, которую Россия бросает на линию фронта. То есть, грубо говоря, вот наличие мобилизованных все-таки, да, это не вопрос, что они там никак не влияют ни на что. Конечно, они затормозить принципиально развитие, переломать ход войны не смогут, но, тем не менее, они смогут на какое-то время тормозить, потому что нужно будет больше тратить, скажем так, бесконтактных видов, ну, вернее, артиллерийских снарядов для того, чтобы вот пройти через эти, скажем так, количество живой массы. Это с одной стороны. И с другой стороны, безусловно, мы ищем варианты, варианты нанесения максимально разрушительных ударов по тыловому обеспечению. Все-таки Россия немножко сместила в тыл свои группировки, сместила свои базы, снаряды свои, да, то есть это на расстоянии 100, там, 90, 100, 120 километров и так далее. И поэтому нам необходимо вот более активно работать по тыловому обеспечению для того, чтобы практически полностью оставить без возможности вести боевые действия со стороны российских группировок. Визит советника по госбезопасности Соединенных Штатов Америки Джейка Салливана в Киев. Вы можете назвать главные итоги его приезда? Чем закончились переговоры Украины и вот представители США? Ключевой итог, господин Салливан имел отдельную встречу и с президентом Зеленским, отдельную встречу и с господином Ермаком, как политическим советником, который отвечает практически за коммуникации с Соединенными Штатами. Ключевые итоги, я имею в виду за коммуникациями с точки зрения и санкций, и помощи военной и так далее. Так вот, ключевые итоги очень простые. Первое, абсолютно точно сказано, что Соединенные Штаты продолжат максимально эффективную поддержку, в том числе вооружениями Украины. Второе, абсолютно точно и публично зафиксировано, что переговорный процесс возможен только в случае, если Украина выставит свои условия, будет считать, что эти условия являются приемлемыми, и, соответственно, никто давить на Украину, вот там сегодня тоже появляется определенная, скажем так, спекуляция по этому поводу, никто давить на Украину с точки зрения, когда, как, на каких условиях вести переговорные процессы, не будет. Третья составляющая. Господин Салливан очень четко заявил, что есть консенсусная поддержка всех наших партнеров, никто не отказывается от поддержки Украины, в том числе финансовой поддержки. И, соответственно, четвертая часть, которую господин Салливан точно так же продемонстрировал, это то, что независимо от выборов Соединенных Штатов, конечно, Украина получит двухпартийную в рамках Конгресса США поддержку всех последующих актов, в том числе и финансовых актов поддержки Украины. То есть мы имеем максимально эффективный и максимально полезный двухсторонний обмен мнениями на высоком уровне. Михаил, продолжая тему США, лидер этой страны Джо Байден еще в марте заявлял, что согласен с выводом России из блока группы 20, то есть G20, которую мы знаем, но это зависит от позиции самой G20. Очевидно, что вместе с Байденом такой же позиции придерживаются и другие страны, которые поддерживают Украину и этой страны Европы, там та же Канада, Австралия. Рассматривался ли вообще вот такой вопрос присутствия России, хотя бы на вот этом саммите, который будет в середине ноября? В частности, вот ваше заявление давнее о том, что страна, которая творит геноцид по отношению к другой стране, не должна быть представлена на таком саммите. Очень хороший вопрос. Вы абсолютно правильно ставите акцент. Действительно, страна, которая занимается геноцидным или террористическим типом ведения войны, полностью отказавшись от международного права и международного гуманитарного права, конечно, она не может находиться в международных институтах. И это не только вопрос G20, но это и вопрос ООН, это и вопрос Красного Креста, это и вопрос МАГАТЭ и других организаций, которые так или иначе имеют отношение к данной войне. Ну, имеется в виду в качестве посреднических институтов. Но давайте вот всё-таки здесь объективно смотреть. Это мы с вами находимся в эпицентре войны. Мы с вами прекрасно понимаем, что такое Россия. Мы с вами ежедневно видим тот тип войны, который Россия ведёт. Для нас это боль, и для нас нету никаких чёрных-белых тонов, для нас всё очень чётко, ясно и понятно. Для нас не принципиально, чтобы Россия, принципиально, чтобы Россия отсутствовала везде, и чтобы Россия в итоге сидела в рамках специальных трибуналов и несла за это ответственность. Но это для нас, для Украины. А вот дальше, для других стран мира, есть союзники наши, которые гораздо более глубинно понимают суть нынешней Российской Федерации, понимают, почему опасно сохранять Россию в таком виде, в котором она сегодня существует, и почему нужно в любом случае жёстко на других площадках пытаться удалить Россию. Это для наших союзников тоже очевидные вещи. Но есть много стран, которые консервативны, они не глубоко, к сожалению, погружены в конфликт. То есть они, я имею в виду, они не глубоко понимают содержание этого конфликта, суть этого конфликта. Они не глубоко понимают, почему Россия так жестоко ведёт эту войну, почему она так жестоко убивает людей, почему она с такой лютой ненавистью ненавидит Украину. Вот для них, конечно же, должен пройти определённый процесс времени. И тут и ваша работа, и наша работа нужна для того, чтобы постоянно повторять им главное. Россия в нынешнем виде не может присутствовать в международных институциях. Она дискредитирует их, она убивает репутацию этих институций, в том числе J-20. Она убивает международное право всё глубже и глубже. И скоро у нас будет в мире разливаться хаос, потому что все другие страны будут понимать, что в любой момент можно нарушить то или иной элемент международного права и не понести за это ответственности. Более того, возле тебя рядом будет стоять какая-то другая страна, которая скажет, ну хорошо, нарушили они это право, но тем не менее у них есть сила, у них есть ядерное оружие или у них есть ещё что-то, у них есть нефть в конце концов, поэтому давайте как-то закрывать глаза на это. Вот это всё нам нужно преодолеть. Но для этого мы должны вести постоянную разъяснительную работу. То есть мы должны постоянно доказывать, что J-20, присутствие в J-20, например, России, и конкретно господина Путина с его достаточно нелепыми историческими рассказами, с его достаточно нелепой мировоззренческой позицией, которая на сегодня чрезвычайно очевидна, с его отсутствующей репутацией, она приведёт к тому, что и репутация J-20 будет всё время падать, падать и падать и становиться абсолютно несущественной. Вот наша задача, я думаю, что и вы, и мы будем над этим дальше работать. Вот в контексте всего, что только вы что сказали, не можем вас не спросить про визит канцлера Германии в Китай. Была встреча Олафа Шольца и Си Цзиньпиня, и Шольц спросил повлиять лидера Китая на Путина. Обсудили невозможность ядерного удара в нынешнее время в мировой позиции. Как вы думаете, может ли Китай и Си Цзиньпинь повлиять на Путина, и будет ли Китай менять свою риторику по отношению к России? Смотрите, я не думаю, что мы с вами можем как-то отвечать за действия других стран, за то, как они будут реагировать на ту или иную ситуацию. Они все имеют своё представление о том, как мир должен дальше развиваться, особенно Китайская Народная Республика. Они считают, что они видят эту ситуацию как-то по-другому, чем мы. Ещё раз подчеркиваю, смотрите, для нас очень просто. Мы внутри войны. Мы точно понимаем, почему мы правы. Мы точно понимаем, почему мы не можем проиграть. Для нас это очевидные вещи. И для многих других наших партнёров это очевидные вещи. А другие страны на этой войне имеют свои видения, на эту войну имеют своё видение. Они получают какие-то дополнительные баллы в глобальном плане, в глобальной политике и так далее. Безусловно, я с другой стороны абсолютно точно понимаю, что вот эти все обращения и просьбы одного лидера страны, я имею в виду не Украины, к другому лидеру страны, не Украины, повлиять как-то на Путина, они абсолютно бессмысленны. Мы уже с вами видим, что в течение 8,5 месяцев позиция самого господина Путина, даже с точки зрения объяснения того, что он делает, она абсолютно неизменна. Вот смотрите, сегодня он выступал опять перед каким-то там собранием, он периодически выступает с этими псевдоисторическими экспорсами, и он на полном серьёзе опять рассказывает. Вот человек, который атакует ежедневно другую страну, убивает здесь людей, войска которого находятся на этой территории, который уже, думайте, официально, как он думает, сказал, что он оккупировал там часть территории Украины, вписал их в свою конституцию. Вот этот человек опять выходит и сидит на каком-то трибуне и говорит, смотрите, там Польша, сильно обнимается с Украиной. А помните, до Второй мировой войны были рассказы о том, что Польша хочет там что-то как-то забрать у Украины. И, соответственно, вот мы сегодня видим, что Польша такие планы свои ещё оставила, и она попытается какую-то часть Украины забрать. Вы понимаете нелепость этого субъекта? То есть вы вот представьте, кто может ему объяснить, что ты уже украл, ты уже убил. Нету рассуждений, ты не можешь абстрактно о чём-то рассуждать, потому что ты совершаешь преступление, ты уже военный преступник, ты уже захватил часть территории. Всё остальное не имеет значения. Никакие твои слова о довоенной ситуации, до Второй мировой войны — это абсурд полный. Так вот, смотрите, субъекту с таким мировоззрением, с таким уровнем мышления, кто может объяснить что-то? Там не работает, смотрите, там не то, что профессура не будет работать, там обычный преподаватель средней школы, старших классов не сможет объяснить очевидные вещи. То есть причинно-следственные связи у него нарушены. Ну и кроме того, ещё раз вернусь к другим странам. Не надо нам ожидать, что кто-то из добрых соображений, какой-то дядюшка, придёт и скажет, смотри, господин Путин, ты можешь отстать от Украины? Ты можешь вывести свои войска оттуда? Ты можешь прекратить весь этот абсурд, генерировать бесконечно на разных общественных форумах? Ты можешь, в конце концов, успокоиться и хотя бы туалеты в средней части России построить, чтобы люди где-то могли справлять свою нужду? Простите, конечно, за эту физиологические подробности. Так вот, не надеемся на это. На что мы должны надеяться? Первое. Исключительно на Украину, как страну, которая сегодня абсолютно точно понимает всё, что касается, как должен функционировать послевоенный мир. Второе. На Украину, которая должна вернуть в этот мир международное право. На Украину, которая готова умирать на поле боя, потому что нельзя допустить безнаказанность за военные преступления, особенно в таком массовом исполнении. На Украину, чья армия вот 8,5 месяцев эффективно воюет. На Украину, чьи граждане, несмотря на демонстративное в прямом эфире разрушение всё той же энергетической инфраструктуры, всё равно, говорят, мы не сдадимся. Вот единственный аргумент для этого мира, чтобы его вернуть к нормальному существованию. Всё остальное — это иллюзия. Да, мы можем об этом обсуждать с вами вот в таком аналитическом, теоретическом плане. Но кроме Украины вернуть этому миру стабильность никто не сможет. Ну и, конечно, наши партнёры, которые, безусловно, для нас чрезвычайно важны, в том числе Соединённые Штаты, о которых мы с вами говорили в связи с визитом господина Салевна. Спасибо, Михаил. Михаил Подоляк, антикризисный советник главы Офиса президента Украины, был с нами. Спасибо вам. Всего доброго.